Здравствуйте! Через пару минут начинаем. Добрый вечер или доброе утро, кто в каком часовом поясе находится. Присоединившись, мы сегодня немножко поговорим про Карновский заповедник. Значит, в анонсе название данной трансляции довольно пафсное. Ну, на самом деле, ничего особо героического я рассказывать не буду, просто во время прошлой трансляции, под конец, было несколько вопросов про туризм на территории заповедника, про, ну, мое личное отношение к туризму, и, ну, вот, было понятно, что есть какой-то интерес со стороны к тому, как вообще работает заповедник, и, ну, о специфике работы, наверное. И я вот решил немножко рассказать о том, каково работают в заповеднике, какие особенности, что вообще интересно, можно про это рассказать. Значит, у меня по-прежнему есть только общий, ну, как, собственно, обычно я это делаю, есть некоторый общий план беседы, но если есть, добрый день, здравствуйте все, кто присоединился. Если есть какие-то вопросы, задавайте их, если вдруг вам совсем неинтересно будет то, о чем я говорил, будет интересно что-то другое, задавайте вопросы, и я постараюсь оперативно на них отвечать. Итак, значит, про работу в заповеднике, про особенности Крановского заповедника. Значит, вообще Крановский заповедник, заповедник необычный. Он отличается от большинства российских заповедников тем, что контора находится на значительном удалении, собственно, от охраняемых территорий. И, ну, мы такие не единственные, есть там еще, например, заповедник остров Орангеля, например, где контора в Пивеке, а сама территория, значит, ну, как следует название на острове Орангеля. Есть там нацпарк Русская Арктика, и наверняка кто-то еще, просто я, как бы, наверное, не во всех заповедниках России был, не все знаю, но вот есть у нас такая особенность, и это приводит к тому, что, в общем-то, коллектив заповедника разнесен, разорван, не пусть я снять этого слова, на, значит, два отдельных мира. Есть мир конторы, и, значит, довольно много сотрудников и сотрудниц, да, заповедника территорию видят либо на карте, либо во время редких-редких-редких экскурсий. И, в общем-то, это вот некоторая отдельная субкультура, да, субмир. И есть люди, которые посещают территорию, и очень часто есть довольно много вопросов, которые вызывают, как бы, у этих разных миров непонимание. То есть, вот, а вообще в других заповедниках это иногда бывает не так. Вот, например, когда мы зимой 2014 года, в начале января, сразу после Нового года, приезжали в гости к нашему хорошему другу и знакомому Александру Перевозову, это Арнитолка, из Кавказского заповедника. Я помню, что нас не очень хотели пускать на территорию в выходные, потому что, значит, в соответствии с экзотом, если ты находишься на рабочем месте в выходные, тебе положена там либо, значит, двойная оплата, либо, значит, какие-то отгулы. Ну, а понятно, что природные циклы, естественные природные процессы, они, в общем-то, не очень дружат с человеческим календарем, и, условно говоря, зимующий в Кавказе жил не все равно, если это воскресенье, или там Пасха, или Великий пост, жизнь все равно идет, ее все равно нужно смотреть и изучать. И вот у нас в заповеднике, я не знаю, это как-то прописано, ну, просто как бы специально этим вопросом не интересовался, это прописано у нас в трудовых договорах, или это просто Центрельменское соглашение, поскольку попасть на территорию заповедника довольно сложно, да, это, если в сезон, когда навигация открыта, это можно сделать кораблем, а в сезон, когда нет навигации, это можно сделать в основном на вертолете, ну, есть еще Лазовский участок, куда можно приехать своим ходом, но, и то, опять же, не всегда, потому что существует весенне-осеннее распутиться, существуют периоды, когда через реку Камчатки невозможно переправиться, в общем, у нас сотрудники, как правило, не вспоминают о днях недели, находясь на территории, раз уж как бы ты попал на территорию, то ты работаешь, а не попал, не работаешь. Это первая особенность, да, территория. Вообще, то, о чем я рассказываю интересно, скажите честно, это вообще такие довольно, довольно, ну, специфические и внутренние вопросы, поэтому, если вдруг что-то не так, сообщайте, я буду как-то корректировать то, что я излагаю. Вторая особенность заповедника, тут мы тоже не единственные, но это как бы особенность, которая сильно корректирует стиль и возможность работы, это, конечно, обилие медведей, потому что медведей много, понятно, что в некоторых стациях, в некоторых биотопах их не так много, то есть, если ты работаешь в горных тундрах, то там есть вероятность, что за день ты никого не встретишь, или встретишь, но увидишь, как бы, грубо говоря, медвежью попу на значительном удалении от себя. А напротив, если ты работаешь в низовьях крупных рек, или там вот в приморских тундрах, то встречи ежедневные, и там, там бывает до 40 встреч, ну, до 40 разных зверей в день, я не говорю про Курильское озеро, где, как бы, медведей больше, чем людей, я говорю про остальные территории. И, во-первых, что это, какие ограничения это накладывает, и почему, на самом деле, вот, во время прошлой трансляции было довольно много вопросов про туризм, вот, медведи довольно сильно, как сказать, затрудняют пребывание туристов на территории заповедника. Потому что, понятно, что без сопровождения ты никуда не пойдешь, и организовать, ну, то есть, грубо говоря, человек, приехавший, ну, там, не знаю, вот, в Национальный парк Юга-2, где я немножко работал в студенчестве, вполне, вот, мы были группой, там, если не ошибаюсь, шести человек, мы приехали делать туда зимние маршрутные учеты, нам в качестве сопровождающего передали инспектора, который, в общем-то, занимался своими делами, и мы, ну, встречались с ним в избушке вечером, да, мы ходили по своим делам, мы ходили несколькими группами, я тогда пытался активно трапить Росомаху, который там было довольно прилично, да, ухта, привет, я помню и люблю ваш город, мы довольно много времени провели там на железнодорожном вокзале. Вот, понятно, что инспектор занимался своими делами, он там ремонтировал избушку, там, заготавливал дрова, а мы ходили двумя группами по своим маршрутам, пытались, значит, помогать Национальному парку делать какую-то работу. Понятно, что в Карловском заповеднике это тяжело опыта, просто потому что в каждой отдельной группе должен быть, с ней должен идти человек с ружьем, вот, и вот это, например, сильно затрудняет мою работу, потому что каждый год есть люди, которые пишут, здравствуйте, мы хотим приехать к вам поволонтерить, вот мы там те же самые орнитологи, да, вот я, опыт у меня работы там, там, там и там, птиц знаю, хочу помочь. Ну, проблема в том, что своего оружия у людей зачастую нету, выделять каждому волонтеру, сопровождающего инспектора, тяжело, а птички регистрироваться на кордон, как бы сами-то не летают, за ними нужно ходить. Вот, и вот это вот сложный довольно такой момент, что в целом, несмотря на то, что людей довольно много, желающих приехать, поволонтерить, и на самом деле довольно много заповедников ведут активные волонтерские программы, у нас с этим сложно, потому что вооруженных волонтеров не так много, и далеко не каждого, естественно, пустят погулять с оружием. Вот, меня в мой первый год работы в заповеднике, наш известный наш строгий инспектор Сергей Габов, значит, пытался всячески, он, он правда решил, что я не сотрудник, что я волонтер, и увидев, что я, значит, иду на территорию заповедника с оружием, пытался меня всячески вращать, пугать штрафами и протоколами, потому что, значит, с оружием на территорию заповедника нельзя. Вот, что это еще, еще что мешает, вот, лично меня очень сильно раздражает необходимость постоянно таскать с собой это 4-х килограммовое бревно, которое ружье, которое, в общем-то, ну, сильно ничем тебе не помогает, да, то есть, среднемаршрутный рюкзак весит килограмм 12, да, там, у меня, я с собой одной оптики ношу килограмм 5, и, ну, это то, что нужно для работы, там, всякие блокноты, GPS-ки, там, связь, рации, вот, а необходимость носить на себе еще это вот бревнышко, которое, в общем-то, ну, как бы, оно занимается тем, что дает тебе гарантию безопасности, вероятность выжить при, значит, конфронтации с медведем, вот, и больше, как бы, ничем оно не является. Понятно, что были попытки, значит, вместо оружия пользоваться какими-то отпугивающими средствами, перцовыми баллонами, в первую очередь, фальшвейер, я, кстати, вот, вопреки распространенному мнению о том, что фальшвейер не спасает, я фальшвейеру доверяю, и очень-очень доверяю, он несколько раз меня прям выручал, хорошо, единственное, что, это такая история, значит, надо понимать, что фальшвейер это кинжал, это оружие с очень-очень-очень-очень-очень короткого радиуса действия, его не надо зажигать, когда медведь в 200 метрах и даже в 20 метрах, это, значит, фальшвейер это такая штука, которая зажигается, когда медведь в 3 метрах от тебя, и желательно параллельно с зажиганием с этим фальшвейером на медведе сделать выпад, он тогда обижается и, как правило, убегает, и, ну, я не могу сказать, что это вот прям универсальный совет, но в моем случае помогало, и я знаю людей, которые, значит, вполне себе отмахивались фальшвейером от медведя, ну, проблем только до того, что он одноразовый, вот, с перцовым баллоном все немножко сложнее, потому что он зависит от ветра, и, ну, вот случаи случайного, не специального, не преднамеренного возгорания фальшвейера мне неизвестны, а случаи, когда люди, значит, забывали про защиту и пшикали перцовым баллоном куда-то не туда, их было много разных, в разной степени курьезности, значит, я хочу сказать, что попасть в облако перцового баллона, ну, вот, я не знаю, что ощущает медведь, а человеку очень неприятно, мы однажды, вот, это, собственно, был, по-моему, даже самый-самый первый полевой сезон в заповеднике, мы тогда ходили вместе с волонтером-швейцарцем Федериком Баумгартеном, который, значит, год прожил в Эссе, тогда была довольно активно работала волонтерская программа Быстринского парка, туда приезжали много разных интересных людей, и, в частности, вот, туда несколько лет подряд ездили швейцарские орнедолги, и после года жизни в Эссе, значит, он пришел к нам в заповедник, и, ну, понятно, что Эссе, для тех, кто не знает, это центральная Камчатка, и там немножко другие виды, там немножко другие биотопы условия, и ему было интересно посмотреть и приморские стации биотопы виды, и вот мы с ним, значит, пошли, и в какой-то момент у него перцовый баллон чекой зацепился за ветку, ну, то есть он потерял, грубо говоря, предохранитель, и еще спустя там метров 200, опять же, затевший за ветку баллон, пшикнул, ну, сильного выброса газа не было, вот, но мы, понятно, что нести с собой баллон без предохранителя очень неудобно, он постоянно, значит, норовит тебе испортить жизнь, и мы пошли искать предохранитель, и получилось так, что мы вдвоем прошли через вот это облако, которое там две минуты назад оставил после себя баллон, ну, и потом минут 20 мы лежали лицом вниз в ближайшем ручье, потому что из глаз, из носа текло, болело, в общем, баллончик вещь такая, ну, и надо понимать, что он тоже условно многоразовый, то есть, ну, фальшвейр просто одноразовый, сгорел, и все, а баллона хватит на 3, 4, 5, ну, может быть, 6 выстрелов, а дальше никто не даст гарантии, что он даст струю нужного напора в нужном направлении. Так, есть ли вопросы? Я все про какие-то странные вещи рассказываю, вот, но это вот такая специфика работы в заповеднике, то есть, медведи постоянно, они вокруг, они как бы живут и чувствуют себя полноправленными обитателями, и с их присутствием приходится мириться, но надо сказать, что, ну, вот, не знаю, может, мне повезло, у нас конфликтов было немного, немножко расскажу я, если вдруг... Сейчас, да, спасибо за вопрос, как я, житель Москвы, оказался на Камчатке. Закончу. Промешек, значит, конфликтов в ситуации, как правило, немного, если ты ведешь себя... Правда, вот расскажу, у всех разный стиль работы, и вот то, о чем я говорю, наверное, актуален для людей, которые изучают вопрос, ну, то есть, как бы, связанный с живой природой, которая может убежать и улететь. Вот на территории заповедника работало несколько известных, хороших ботаников, и там Владимир Валентин Васильевич Якубов, я его в первую очередь назову, у него есть замечательная книжка, иллюстрированная флора Крановского заповедника, желтая такая, вот там на последней страничке есть карта с его маршрутами по заповеднику, и вот один взгляд на эту карту вызывает уважение, он по заповеднику ходил много, вот ботаники наши ходят без оружия, и я однажды встретился с ними в поле, это такой, ну, забавный для меня был случай, потому что мы-то стараемся ходить, особо не шуметь, потому что наши объекты пугливые, и для того, чтобы понять, кто живет вокруг тебя, надо вести себя тихо, и это мешает при наличии медведей вокруг, потому что, если ты не как-то, не обозначаешь свое присутствие, то легко можно столкнуться нос к носу, и неизвестно, кто больше испугается, вот, а ботаники у нас ходят очень громко, вот, я их встретил на Узоне, это была группа из шести человек, причем, слышно их было где-то за километр, они свистели, кричали, пели, и понятно, что вся живность, которая могла от них разбежаться, она от них разбежалась, но зато они, значит, могут ходить, не обременяя себя лишним куском железа и патронами, значит, был уксус, да, на самом деле, вот я вам хочу сказать, что есть несколько таких стереотипов, ну вот, например, есть такое мнение, оно широко культивируется, что самое опасное, это типа медведица с медвежатами, и вот опаснее нее нет, вот ничего подобного, медведица, я, кстати, может быть повторяюсь, потому что я это довольно часто произношу, медведица с детьми, если у нее есть возможность уйти, она уйдет, то есть она будет вести себя агрессивно, только если ее прям совсем, совсем-совсем припереть к стенке, вот у меня была, была ситуация, когда мы лазали по приморским скалам, смотрели там некоторых куликов, на лопатке, на самом юге Камчатки, и я там по этим холодным камням ползал минут сорок, замерзли руки, и захотелось передохнуть, и я вылез на полочку, на которой, я когда вылез на эту полку, оказалось, что на этой полке отдыхала медведица, значит, с детьми, и естественно, вот в этой ситуации она, конечно, кинулась, мне пришлось прыгать вниз, благо там было не очень высоко, и упал я в воду в результате, вот, но вообще, если вот не создавать такой ситуации, когда ты вылезаешь на полку, и у нее нет возможности никуда уйти, медведица всегда уйдет, вот, только если ты действительно вот эта вот харистоматийная ситуация, когда ты вылез между ней и детьми, хотя тоже, значит, бывали случаи, когда, если она видит, что ты испуган не меньше, чем она, то, значит, есть возможность решить конфликт миром, самые неприятные медведи, это молодые самцы, наверное, ну, не всегда, но чаще самцы, которые не понимают четко своего места в иерархии, они пытаются, значит, пытаются оценивать свое положение в обществе, соответственно, провоцируя соседей на конфликты, и смотреть, как они себя ведут, вот это вот, наверное, самое неприятное группа медведей, значит, был вопрос, как я, житель Москвы, оказался на Камчатке, ну, я скажу так, во-первых, я не совсем типичный житель Москвы, у меня родители в свое время, сейчас в силу возрастных причин прыть немножко упало, но вообще были заядлыми туристами, и что меня, что брата с детства таскали по походам, в основном это были водные походы, ну, вот, собственно, да, я люблю и умею держать весло в руках, вот, а потом в какой-то момент, значит, я открыл для себя биологию, ну, вообще, как бы, жизнь в лесу мне очень нравится, честно говоря, я комфортнее себя чувствую в лесу, чем в городе, ну, и когда открылась такая область знаний, как полевая биология, стало понятно, что, значит, пребывание в лесу можно сделать своей работой, вот, и, если так честно говорить, где-то с 97-го года по 2018-й, 17-й, да, у меня, вот, в городе прошло только одно лето, это было, было лето 99-го года, когда я поступал в университет, все остальные, значит, все остальное свободное время проходило, как правило, в экспедициях, разного толка, вот, ну, в основном на севере, как-то, вот, север близко любим, вот, последние два года, честно сказать, в Филонию, связано это с тем, что у нас появилось, как бы, пополнение в семье, и возникла необходимость больше времени проводить с семьей, хотя, в этом году, в этом году мы планировали все вместе, всей семьей, ехать на кордон аэродром, но, разного рода обстоятельства помешали, так, дальше были вопросы про, на фотосессию, прогулку, в роли туристы не имеет смысла ехать, не совсем я понимаю вопрос, в заповедник проезжает довольно много туристов, и с целью погулять, и с целью посмотреть, и с целью пофотографировать, то есть, смысл имеет, я не знаю, мне сложно давать рекомендации про этот год, потому что, ситуация такова, что, мне кажется, в этом году, чем меньше кто-нибудь куда-нибудь ездит, тем лучше, ну вот, мне просто немножко страшно за родителей, что своих, что родителей жены, потому что люди пожилые, люди в группе риска, и мы стараемся, несмотря на то, что как бы активно общаемся, мы стараемся не контактировать, вот, а вообще, конечно, проезжать, есть смысл к нам ехать в разные места, и надо сказать, что заповедник очень разный, не только географический, но и сезонный, вот, есть кордон аэродром, это среднее течение реки Крановская, вот, это абсолютно четыре разных места в разные сезоны, то есть зимой аэродром один, весной другой, летом третий, и осенью четвертый, и они совсем не похожи, и, ну, в общем-то, простор для, для открытия впечатлений, он огромный, вот, ну и понятно, что, значит, заповедник очень большой по площади, и, наверное, сейчас никто из сотрудников не знает его целиком, то есть, ну, вот, было несколько динозавров, которые сейчас уже пожилые, которые много, ну, например, у нас есть Крановский полуостров, и он, это ядро заповедника, там практически нет никакой деятельности, он довольно труднодоступен, вот, последний, кто проходил этот Крановский полуостров поперек, верхами, через, пешком я имею ввиду, то есть, не на вертолете разовой экскурсии, а просто пешочком, это Ольга Андреевна Чернягина, ботаник, ныне работающий в КФТИК, и, вот, к сожалению, я не помню его по имени отчества, потому что в дневниках он фигурует, как рассказов, и это было, по-моему, в начале, ну, 2000 год, может, 2001, вот с тех пор никто никуда не ходил, это я к тому, что даже, даже у сотрудников заповедника есть большой задел вперед, на что бы сходить и посмотреть, есть места, которые не посещались десятилетиями, и по этому поводу я еще немножко хотел рассказать, давайте посмотрим, были ли вопросы, значит, интересно то, о чем я рассказываю, или, то есть, я на самом деле могу говорить про заповедник с точки зрения моего объекта, птиц, если это интересно, а могу говорить просто про заповедник, как, ну, вот, глазами, условно говоря, не орнитолога, а просто вот человека, который там проработал, вот, в этом году будет 11 лет, как я работаю в заповеднике, что я хотел сказать, что, во-первых, надо понимать, что учреждение, учреждение меняется, и, как и все меняется, и люди приходят, люди уходят, что-то, из, как бы, старых традиций, живо, что-то, вот, мне, например, безумно жалко, раньше была традиция, значит, в заповеднике сеть избушек, к сожалению, сейчас она не в лучшем состоянии, потому что в советские времена каждые 8-10 километров по основным маршрутам и тропам был, ну, разного качества, там, избушка, вагончик, болочек, неважно, место, замкнутое помещение, где можно было высохнуть, отдохнуть, выспаться, на самом деле, это довольно важная вещь, я хочу сказать, что, вот, ну, то есть, как бы, мне приходилось ночевать в палатке, у нас, на территории заповедника, когда больше негде, и это довольно нервно, если это не зима, когда медведи спают, потому что, толком ты не отдыхаешь, ты все равно дергаешься, ну, пусть понятно, что, там, ты с оружием, и, скорее всего, если в лагере, там, выйдет медведь, два медведя, три медведя, ты их, скорее всего, отгонишь, но для этого нужно проснуться, и, там, одну-две ночи так переночевать можно, но, а потом, просто начинаешь очень уставать, морально, потому что, спать тебе особо не дают, ты дергаешься на каждый шорох, неважно, там, это медведь пробежал, или мышка пробежала, все равно, как бы, вот, я не знаю, может быть, кто-то спит спокойно, а я, ну, как бы, сплю довольно беспокойно, более того, вот, некоторые наши ветераны, типа, уже упомянутого Сергея Габова, не пользуются палатками, а спят под тентом, просто потому, что палатка тебе, как бы, срезает обзор, да, из-под тента ты видишь все вокруг, а из палатки, чтобы посмотреть, сейчас, секундочку, я пролистаю, вниз вопросы, значит, больше парабыт, сейчас, значит, стоит ли ехать в долину гейзеров, сложный вопрос, значит, скорее да, чем нет, другое дело, на мой взгляд, мне кажется, что разовая, однодневная вертолетная экскурсия в долину гейзеров, долину гейзеров вам почти не показывает, то есть, если хочется, это, это мое мнение, личное мнение, что если хочется посмотреть долину гейзеров, туда надо пролетать, конечно, на несколько дней, это будет сильно дороже, это, но зато вы посмотрите ее утром, вечером, днем, и, может быть, сможете погулять где-то в окрестностях, разовая, часовая экскурсия, на мой взгляд, она показывает только небольшой кусочек, так, но в целом стоит, сейчас, подождите, я посмотрю, так, побольше, про наблюдение, как не спугнуть, значит, про птиц в наблюдении, на самом деле, птиц разные, экологические группы разные, и наблюдать за ними можно по-разному, то есть, ну вот, классика средней полосы, наблюдение в лесу, это одно, это значит, чтобы посмотреть, какие-то интересные виды, это нужно подниматься, желательно там, не позже, но в зависимости от цветовых условий, естественно, если в условиях полярного дня можно как бы начинать экскурсии, и в 2 часа утра, все поют, все кричат, вот, а вообще, это ранние утренние экскурсии, это леса, это, значит, в основном, вы будете больше слышать, чем видеть, и желательно знать, как поют птицы, там, послушать голоса, это сейчас есть довольно много разных ресурсов, где можно, ну, где можно получить образцы звуков, чтобы привыкнуть, знать, кто как поет, есть замечательный сетевой ресурс, Ксена Канта, и это, собственно, такая библиотека, куда все желающие выкладывают свои записи, и, как любая, не очень я люблю это слово, есть слово, как это, краудсерч, да, в общем, этот проект двигается за счет энтузиастов, понятно, что из-за того, что туда звуки заливают все подряд, там могут быть какие-то ошибки, или могут быть не очень показательные звуки, но в целом библиотека хорошая, и если потратить время покопаться, в ней можно найти звук практически кого угодно, и, ну, понятно, что там у птиц есть разные сигналы, там есть тревожный крик, есть брачная песня, есть там угрожающий крик, понятно, что все кричат по-разному, и желательно для всех видов эти вещи знать, потому что, ну, вот, условно, у вас самцы активно поют в гнездовой период, да, за поделами гнездового периода они чаще будут молчать, или общаться не брачными песнями, а там тревожными позывками, и если вы попадаете в не в брачный период, то знание брачной песни вам поможет мало, чем надо знать все остальные звуки. Про отдых в палатке. Так, какие избы есть на тропах? Вот я, как бы, сейчас, сейчас я вам покажу пару картинок. Я хотел, начал говорить, что, вот, у нас раньше, значит, в избушках была традиция, значит, в каждой избушке есть журнал посещения, и была традиция в эти журналы посещения писать разную информацию, иногда как бы серьезную, иногда несколько провокационных хулиганского характера, например, этим очень любил, ну, у Игоря Петровича Шпиленка, я думаю, что большинству из посетителей нашей группы известного, довольно своеобразное чувство юмора, и он писал очень искрометные комментарии в журнальчиках, и вот мне, я почему об этом говорю, мне очень жалко, что этот жанр пропадает, к сожалению, современное поколение инспекторов почти не пишет, и вот, журнал выражает, сейчас я вам покажу фотографию, есть, у меня есть одно из трех, наверное, любимых мест, заповедники, к сожалению, вот, спросили, какие избы есть на тропах, сейчас я, секундочку, я камеру разверну, вот, вот это вот, такая изба, не самая лучшая, это на самом деле съемки довольно старые, это съемки 2011 года, сейчас этой избе хуже, это, изба стоит в очень интересном месте, это заимка Бармотина, к сожалению, вот с тех пор, как ее перестали ремонтировать, работать там стало сложно, вот, журнал посещений, выглядит он, как бы, не очень свежо, но тем не менее, вполне читаем, и, в общем, изучая такие источники, так, разворачиваю камеру, изучая такие источники, ты можешь поймать что-то, вот, непередаваемую совершенно атмосферу, и, которая была в заповеднике до тебя, то есть, на самом деле, жизнь современная довольно быстро меняется, мы все легко привыкли к, там, пластиковой таре, например, да, и пластиковые бутылки, которые можно использовать, кто, кто как, кто делает из них емкости непотопляемости в лодках, кто носит в них крупу, кто кладет в них записки, а, там, каких-то 20 лет назад, условно, ну, не 20-25, ничего подобного не было, и, например, вот в этой избушке, которую я показал, значит, аварийный запас керосина на растопку хранился в огнетушителе, я об этом узнал на свое третье посещение, потому что мы, значит, с моей будущей женой попали там на довольно затяжной циклон на неделю, довольно, как сказать, времяпровождение было довольно забавное, потому что избушка, в общем, не очень молода, и когда мы там последний раз были, это был 2014 год, а я скажу, что, значит, на Камчатке есть такое неприятное время, это конец июля, начало августа, когда, ну, вот я не знаю, что будет с современной разбалансировкой климата, но вот раньше это такой мини-сезон дождей, на Камчатке конец июля, начало августа, до полуострова доходят отголоски значит, крупных циклонов, которые, значит, заливают дождями Дальний Восток, и в это время бывает довольно мокро, а если учесть, что Камчатка знаменита своим высокотравием, и, значит, зачастую ты идешь по зарослям сильно выше твоей головы, довольно плотным, то, ну, это время мокрое, и наличие избушки с печкой, где можно хорошо высохнуть, оно, конечно, очень сильно комфорта добавляет, поэтому, несмотря на, значит, непроглядный вид картинки, которые я вам показал, мы были очень рады, что она у нас есть, там пришлось собирать печную трубу из 17 кусков, там вставлять, по-моему, полиэтиленовые пакеты я вставлял в окна, потому что окна были, естественно, разбиты, потому что мимо ходят медведи, которые иногда в окна заглядывают, вот, это я к тому, что, значит, что избушки разные, вот, к вопросу о туризме, такой замечательный источник дохода, как туристы, позволяют заповеднику поддерживать вполне приемлемую инфраструктуру на основных туристических маршрутах, и вот таких избушек, как я вам показал, в туристических местах вы, конечно, не увидите, там все гораздо более приличные, даже временами, я бы сказал, пафосно. Про тент, пожалуйста, да, так, какие у нас еще вопросы, есть ли птичьи базары на территории заповедника? Какие съестные запасы? Сейчас расскажу. Значит, про базары, значит, классических крупных базаров в заповеднике нет, то есть, вот, истории про, там, тысячи, тысячи, и даже миллионы птиц, как там на мысе Наварин, или там на каких-то артичьих островах, нету, есть небольшие колониальные поселения, в основном это тихоокеанская чайка и, ну, скажем так, сопутствующие виды, то есть, я бы так сказал, что морские птицы более-менее равномерно размазаны по скалистым, сейчас я попробую вам карту показать, по участкам скального побережья, так, заодно прорекламирую вам один хороший, удобный картографический сервис, секундочку, у меня тут, так, поворачиваю карту, это сайт, 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 на карте ми, если вы вдруг не знаете, это довольно удобный онлайн инструмент, если надо что-то быстро нарисовать, какой-то маршрут, точку, и перебросить своему, там, не знаю, собеседнику, значит, вот здесь у меня подгружена двухкилометровка, заповедник начинается вот с Семячковского лимана, я сразу уточню, у меня есть некоторое профессиональный перекос, поскольку в заповеднике мне больше всего интересны околоводные птицы, то я больше всего времени провел именно на побережье, на Упроморских тундрах, поэтому маршрут, по которому мы сейчас пойдем, он лучше всего, наверное, не знаком, и вот начинаются скальнички, видно их, да, на карте, скальнички раз, и вот здесь есть несколько, несколько, там, поселений Тихоокеанской чайки, там же могут быть чистики, там же могут в небольшом количестве быть топорки, дальше вот идет побережье более-менее болотистое, здесь, понятно, базаров нет, и дальше самое интересное и наиболее, я бы сказал, плохо изученное, потому что труднодоступное место, это вот, собственно, Карановский полуостров. Здесь, ну, то есть, давайте я включу вам обратный вид себя, вот, значит, дело в том, что полностью этот маршрут проходили довольно давно и не очень много раз, то есть, Евгений Георгиевич Лапков вместе с Сан-Паулочком, это вот ветераны заповедника, по-моему, дважды этот маршрут проходили, Александр Петрович Никаноров здесь ходил, вот мне этот маршрут полностью вдоль берега пройти не удалось еще ни разу, максимум, что мы ходили, мы ходили от, ну, вот, от Семячковского лимана до Каранодского мыса, дальше начинаются, ну, надо сказать, что наши работы в этом районе были в основном зимой, потому что, если летняя фауна была более-менее понятна, то в районе Каранодского полуострова формируются довольно интересные зимовки, там есть, например, довольно крупная и уникальная по камчатским меркам концентрация сибирской гаги, и там другие виды любимые мной, я вообще, гага-северная птица, я люблю гаг, вот, гага-гребенушка туда иногда залетает, и были такие честолюбивые надежды найти там зимовку гуся-белошея. Гусь-белошей это не очень хорошо изученный вид, основной ареал в новом свете, в Штатах, в Канаде, в небольшом количестве он зимует на Командорах, и это, собственно, единственная, наверное, известная в России зимовка, а поскольку от места, которое я вам показал на карте до Командор, всего 200 миль, то, по идее, можно было бы ожидать встретить этих самых белашеев зимой, и я вот, на самом деле, надеюсь, до сих пор, может быть, когда-нибудь получится, я предполагаю, что они могут зимовать на Камчатке, где-нибудь в районе Чажмы, но проблем в том, что туда довольно сложно добраться зимой, вот это моя такая мечта, провести годик на Чажме, если когда-нибудь получится, будет здорово, вот, но отвечая на вопрос про колониальных птиц, вот по скалистым, по скалистым обрывам Карноцкого полуострова, вот довольно много таких небольших, то есть, это нельзя назвать базаром, это там не тысячи птиц, но несколько десятков птиц, там, на кекурах, на каких-то обрывах сидят, значит, какие стесненные запасы по массе берете и прочее, значит, знаете, вопрос очень сложный, и в этом плане наша работа, вот особенно, тут недавно был эфир Григория Маркевича, который ихтиолог и вынужден носить с собой, ну, вот, то есть, как бы, оборудование для работы, которое ношу с собой я, оно, как правило, не запредельно тяжелое, потому что мне не нужно носить с собой вещи, которые тяжелее воды, чтобы они в ней тонули, да, то есть, бинокль, фотоаппарат, GPS-ка, диктофон, и я еще довольно долго, долгое время работал практически без электричества, то есть, мы, мы, брали с собой какой-то запас батареек, и максимально старались обходиться тем, что электричество не требует, и поэтому, в общем-то, наше научное оборудование не очень тяжелое, но, тем не менее, понятно, что рюкзак легким не бывает никогда, и вопрос подготовки снаряжения и еды, это вопрос довольно актуальный, то есть, решать его можно разными способами, можно пытаться делать заброски, но в условиях заповедника эти, да, тупики у нас, значит, тупик, сейчас, секунду дойду, я дорасскажу, значит, заброски делать, получается, не всегда, понятно, что заповедник большой, и не всегда есть возможность с каким-нибудь попутным вертолетом что-нибудь забросить, поэтому, ну, у нас сформировалось несколько таких уникальных, наверное, даже, я больше ни у кого не встречал, ну, вот, например, в качестве, в качестве еды, в качестве белкового компонента мы делаем пимикан, это вещь, это слово, наверное, знакомо всем, кто знаком с культ, с какими-то, ну, то есть, пимикан, это вообще американское слово, это дорожная пища одного из индийских племен, понятно, что классический индийский пимикан мы не делаем, но, вот, рецептов пимикан в интернете полно, и это, это, грубо говоря, это вываренное в жиру мясо, с добавлением специй, с добавлением соли, чтобы не портилось, вот, получается, гораздо легче, и калорийнее, эффективнее тушенки, мы практически не, вот, я, я вообще хлеба почти не ем, не мой, это продукт, и он довольно капризный, он то черствый, то плесневелый, вот, вот в качестве углеводного запаса мы приспособились делать сухарную крошку, тоже со специями, можно сделать соленую, можно делать сладкую, которая набивается в бутылки и используется в качестве такого универсальной заправки, куда угодно, можно так, в прикуску, можно в кашу, можно куда угодно, зовем мы ее джумас, и, наверное, это, ну, вот, этот продукт я больше ни у кого не встречал, это, наверное, значит, наша разработка, про тупика и топорка, значит, тупик, такая птичка есть, но она все-таки более атлантическая, более западная, значит, из крупных чистиковых с ярко выраженными клювами, значит, на Камчатке живет топорок, на Камчатке живет ипатка, отличаются они, ну, лучше всего для непривычного глаза, у ипатки светлое брюхо, это пока темное, в пимикан классический действительно входит ягоды сушеные, и вообще, как бы, положено его делать на тюленем жиру, но, к сожалению, у нас доступа к тюленему жиру нету, поэтому обходимся, чем обходимся, вот, значит, вот, пимикан классический, который делаю я, он из говядины, из свиного жира, а дальше специи, вот, я люблю зеру, например, мой пимикан всегда зерой, так, что там у нас еще, вопросы были, вопросы были, будем работать в этом году, к сожалению, не знаю, я вот про, 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 про туристическую деятельность надо спрашивать в наш отдел туризма, так, вот, парка брови, да, не, ну, понятно, что эти виды разные хорошо различаются, вот, в целом, теоретически, я все жду, не дождусь, когда к нам залетит тупик носорог, который живет южнее, ну, и в целом, как бы, вообще, надо сказать, что, я не знаю, можно ли это связать напрямую с изменением климата, я не люблю слово глобальное потепление, потому что, это не потепление, это разбалансировка планетарного климата, но, климат на Камчатке меняется довольно сильно, к сожалению, у нас из штата заповедника уволился галлициолог, который довольно подробно картировал распределение ледников и вообще динамику ледников, и, значит, последние данные сейчас отвечу, вот, я просто хочу сказать, что последние годы на Камчатке довольно много экзотических залетов стало происходить, я не знаю, можно ли это четко привязать к изменению климата, да, но на Камчатке стали регулярно встречаться цапли, сильно чаще, чем до этого, вот, в прошлом году к нам залетала белокрылая цапля, которая с юга при море к нам прилетела, в общем, может быть, кто-нибудь еще интересный прилетит, вот, последние годы активно идет работа над определителем птиц Камчатки, и надо сказать, что за время работы над определителем, это несколько лет, туда, в процессе работы, в разных итерациях пришлось добавить то ли 6, то ли 7 новых видов, просто потому, что вот они появились в процессе работы. Легко ли встретить топорков и остальных? Значит, я не знаю, к сожалению, аватарчик у вас очень мелкий, откуда вы? В целом, если вы из Камчатки, то можно сходить на Халактурский пляж, и ближайший топорок, скорее всего, будет ждать вас там. То есть, ничего сверхъестественного, это обычный вид, если выходить в море, например, на каком-нибудь небольшой яхточке или катере, то топорок будет одним из самых распространенных историчных видов, и падки немножко реже, вот, они, они, плотность их в окрестках Петропавловской и вообще вот в юго-восточном чаще части Камчатской, там, в юго-восточной части акватории Камчатского полуострова, так это звучит. Меньше чем топорков, а то топорки встречаются, в общем-то, довольно регулярно, я говорю, вот, если мне хочется посмотреть на топорка, да, то можно сходить на Халактурский пляж, если хочется посмотреть на Краснолицево-Баклана, то ближайший, ближайший Баклан ждет вас, значит, между Большелагерной и Малолагерной бухте, там есть утес, на котором небольшое поселение Бакланов, вот Краснолицево-Бакланов там живут. Так, искренне верю, что получится в августе приехать, я желаю вам удачи, да, да, единственное, я бы вам рекомендовал, если вам позволяет рабочий график, значит, на мой взгляд, вообще, самое волшебное время для Камчатки это сентябрь, и причем сентябрь, я бы сказал, вторая половина, во-первых, потому что красивый лес начинает желтеть, и понятно, что желтеет он неравномерно, а из-за разных, из-за разной высотной поясности заморски наступают в разное время в разных местах, и получается очень красивая палитра. Я помню, когда я первый раз осенью летел над Южной Камчаткой, мы летели, собственно, как раз, вот, я упоминал про историю, как я прыгал, значит, с обрыва, потому что вылез на полку к медведю, вот, это мы как раз летели туда, на лопатку, вот, я помню, что мы летели, и у меня не хватало словарного запаса, это просто, как бы, очень сложно описать, как это красиво, я подозреваю, что в Приморье или в какой-нибудь Северной Канаде, где немножко выше разнообразия древесных пород, это будет еще красивее, но в целом, вот, прям, прям, ой, вот, осенний узон абсолютно умопоморчителен, и вот, вторая половина сентября на Южной Камчатке тоже, тоже очень красиво, а еще, почему я люблю это время, потому что после первых заморсков падает то самое, значит, знаменитая Камчатская высокотравья, то есть, немножко растительность падает, та, которая, та, которая не древесная, травянистая, и гораздо лучше видимость, гораздо сложнее наступить на медведя, гораздо проще ходить, в общем, мне кажется, август, это, ну, такой хрестоматийный, просто у всех отпускал августе, а вот, если хочется погулять, и, может быть, не только по заповеднику, а вообще, вот, по Камчатскому полуострову, то я бы рекомендовал сентябрь. Так, что-то у меня не листаются вопросы. Какая птица на птичьем базаре самая редкая и красивая, вы знаете, о вкусах не спорят. Вот, я, например, очень люблю гиен, да, не говоря о птицах, а просто, как бы, о зверушках, хотя, в общем-то, кто-то ее находит достаточно уродливой и неприятной. Значит, если вы спрашиваете про Камчатку, какая птица самая красивая на птичьем базаре, вы знаете, мне очень нравятся кайры, причем, кайры толстоклювые, у них, если немножко почитать об их биологии, это вообще удивительные птицы, с, я бы так сказал, следящие за своей родословной, то есть, кайры селятся крупными плотными поселениями внутри колонии, это, как правило, ну, у них так вот гнезда кольцами, то есть, вот, ну, проще всего, наверное, это выразить, как вот, представь себе, шестиугольник, вот в узлах шестиугольника будет гнездо, и птицы сидят плотно так, что они, ну, касаются друг друга, и птичка, которая родилась в гнезде, предпочитает гнездиться в пределах вот этого круга, то есть, они пытаются ждать, пока кто-нибудь из их соседей умрет и освободится место, они пытаются гнездиться где-то еще, вот, а вообще, ну, я не знаю, кто-то любит чай, кто-то не любит чай, я вот неравнодушен к гусям и куликам, а из колониальных птиц больше всего люблю олуши, но, к сожалению, олуши на Камчатку пролетают, пролетают редко, часто ли встречаются на Камчатке дрозды? Несмотря какие, значит, вот, про южную Камчатку, про медведей и вообще, фауна птиц южной Камчатки и в особенности Курильского озера изучена не очень хорошо, потому что, ну, вот я, например, не совсем понимаю, как там организовывать работу, вот представьте, что у вас там плотность медведей, как раз, Курильского озера, там, ну, условно, в среднем, там, 30-40 штук на квадратный километр, причем вокруг довольно много высокой травы и ты очень часто, значит, не видишь его, но слышишь. И как в этой ситуации делать профильные маршруты и смотреть всякую мелочь, которая сидит по кустам, то есть, с одной стороны, тебе нужно идти довольно громко, чтобы медведи знали, что ты здесь, с другой стороны, тебе надо идти довольно тихо, чтобы, значит, не пугать никого. И это я к тому, что на южной Камчатке нас ждет еще довольно много интересных находок, вот там относительно недавно нашли золотистого дрозда, ну и там некоторые другие интересные виды. А про дроздов, значит, на Камчатке фоном водится два вида дроздов, это бурый дрозд и бледный дрозд, и они довольно распространены, да, то есть, у них немножко разная поясность, бурый дрозд живет немножко ниже, он не любит вылезать выше 400 метров над уровнем моря, ну, 400, ну, 600, вот, бледный, как правило, живет выше, но в целом и тот, и другой, то есть, как бы, если вы пойдете гулять вокруг Петропавловска, Камчатского или Елизова, и будете в подходящем биотопе, то есть, дорождает все лесные виды, то гарантированно либо одного, либо второго, а может быть и обоих увидите, вот, ну и понятно, что на юг полуострова могут залетать какие-то более экзотические виды, там, японские, сахалинские, вот, относительно недавно нашли золотистого дрозда, так, сколько у нас времени, так, сохранить, эфир обязательно сохраню, мне кажется, я ничего особо интересного вам не рассказал, но эфир сохраню, да, если не сохраню, меня будут не любить мои коллеги, так, какие еще вопросы были, в пимикан входит ягода, да, да, но, к сожалению, мы такого не делаем, так, есть еще какие-то навалявшие, животрепещущие вопросы, которые хотелось бы задать, задавайте, что я хочу сказать, давайте, давайте я вам расскажу, если, я правильно понимаю, что здесь среди аудитории довольно много людей, которые хотят приехать на Камчатку и к нам в заповедник, я бы просто хотел рассказать про, на мой взгляд, места, которые хотелось бы посетить, вот, значит, какая у нас сложность, и вот мне кажется, что этот вопрос тяжело решить, потому что там есть некоторое количество юридических барьеров, но вообще, то есть заповедник вынужден все свои официальные туристические маршруты планировать, письменно описывать, согласовывать с вышестоящими инстанциями, и, ну, понятно, что у нас есть некоторые маршруты, которым много-много лет, насчет медведей сейчас скажу, я вообще довольно много говорил вначале, но что-нибудь, сформулить вопрос подробнее, что вам интересно, я вам чего-нибудь расскажу, значит, в заповеднике есть несколько устоявшихся маршрутов, это вот как Долина Гейзеров, Узон, вот, плюс пытаются делать какие-то новые, и это приводит к тому, что, во-первых, время, которое проходит от того, как мы, там, или не мы, а наш отдел туризма придумал какой-то маршрут, до момента, когда он начинает работать, проходит довольно продолжительное время, может пройти несколько лет, и вторая, как мне кажется, негативная вещь, вот это ограничение, то, что мы не имеем права водить, вот, мы не можем ткнуть в точку на карте и сказать, вот, пойдем туда, там красиво, водопад. Нет, надо сначала этот маршрут согласовать, значит, и оформить все юридические разрешения, и это приводит к тому, что на имеющихся маршрутах возникает некоторый, ну, избыток, не избыток, но, в общем-то, большое количество людей идут по одним и тем же маршрутам, хотя чисто логически, если бы это можно было как-то юридически оформить, мне кажется, если бы у инспекторов или там сотрудников заповедника была возможность там условно взять группу и оперативно разработать какой-то интересный маршрут, не обязательно старый, может быть, какой-то новый, это позволило бы с одной стороны повысить несколько туристическую привлекательность территории, а с другой стороны снять нагрузку с, ну, избитых маршрутов, да, то есть вот у нас в Долине Гейзеров караван. Так, для чего или для кого наши власти снимают статус отдельных? Знаете, я не знаю, честно говоря. Вот, я очень-очень-очень далекий от юриспруденции человек. Значит, это сложно сформулировать в два слова, ну, как это сказать, это, это, как это, вот, вот, если мы будем рисовать себе какой-нибудь утопичный, утопичный заповедник, где все хорошо и правильно, и, значит, все, все честные, ответственные и внимательные, было бы здорово, если бы условный гид, или условный инспектор, ориентируясь на текущую ситуацию, вот, сегодня у нас, там, грубо говоря, погода плохая, поэтому пойдем мы не туда, а вот туда, вот, или там, вот, на перевале буран, метель, или там, мост размыло, пойдем мы не туда, а туда. Ну, понятно, да, о чем я, то есть, к сожалению, система довольно инертная и не позволяет делать какие-то резкие, резкие изменения. Там, вот, у нас, сейчас я не знаю, что будет в этом сезоне, но вот, в связи с общепланетарным карантином, вообще непонятно, будет ли какой-то турпотог заповедник, или не будет. Так, выразился путанно, надеюсь, понятно. Просили про медведей, просили про медведей, что конкретно вам интересно. То есть, я не специалист, ну, то есть, как бы, я биолог, и в целом, как бы, что-то знаю про этих зверей, но я не специалист, и, наверное, каких-то, вот, прям, совсем горячих новостей про медведей Кранотского заповедника, вообще, и Камчатки в частности, или наоборот, рассказать вам не могу. Я могу рассказать про свой опыт. Я с медведями существую с 93-го года, первая поездка на Чукотку, где мы, как бы, жили рядышком. Вот, и в целом, как бы, есть какой-то опыт, но говорить можно долго, если вы не конкретизируете, я не знаю, я не знаю, что вам рассказать. Так, еще вопросы задавайте. Долина Гейзеров недоступна? Да, да, экскурсия дорогая, и, как я уже сказал раньше, на мой взгляд, однодневные экскурсии не покажут вам красоты Долины Гейзеров. Чтобы почувствовать, вот, вот, мое личное мнение, с ним не все согласны, вертолетная экскурсия очень сильно куда угодно, очень сильно, как сказать, срезает количество полученных эмоций. Потому что, если ты, значит, неделю шел с рюкзаком, там, через горы и леса, через реки, мокрый, холодный, голодный, и потом куда-то пришел, вот, ощущение этого, того, что ты шел, шел и пришел, оно гораздо сильнее, чем если тебя привезли в тапочках на вертолете, ты там вышел, здесь поел, здесь попил, там погулял, пофотографировал, ну, понятно, о чем я говорю, то есть, чтобы оценить атмосферу, нужно приложить какие-то усилия. И чем больше усилий приложено, тем ярче впечатление. И в этом плане я, конечно, всегда выступал за то, чтобы выделить, ну, это, это на самом деле немножко карамола с точки зрения природоохраны, потому что заповедник у нас де юре и де факто место, куда мы стараемся лишний раз людей не пускать, да, чтобы сохранить природу в первозданном виде, с другой стороны, чисто по-человечески, ну, как бы, у сотрудников заповедника есть возможность посмотреть то, чего не видит больше никто и никогда. И если бы этой возможностью можно было бы как-то делиться, но при этом, чтобы природа не страдала, это было бы очень здорово. Вот. И вот я лично, я повторюсь, я за пеший туризм. Я считаю, что да, он сложнее, да, более время затратный, да, он немножко более требовательный к, во-первых, наличию у вас свободного времени, а потом к физическим каким-то параметрам, да, то есть, все-таки, ну, не все могут ходить по 20 километров в день с рюкзаком, вот, ну, это, кстати, хорошая тренировка, это полезно бывает. Вот. В общем, мне кажется, что впечатление, которое получает человек, пройдя пешком через заповедник, они гораздо больше и ярче, чем впечатление, которое получает человек, пролетев через заповедник, хотя это и более комфортно. Так, сколько у нас времени, давайте смотреть. У нас, значит, 5 минут до автоматического завершения трансляции. Если вам интересно, я могу еще некоторое время поговорить, пока моя жена с дочкой не вернулись с прогулки, у меня есть возможность, значит, что-нибудь вам рассказать, если вы хотите. Если вы хотите, можно чуть-чуть продолжить, если нет, то будем завершать, как вы считаете. Значит, тут был вопрос, провожу ли я кольцевание. Вы знаете, я старался, но, вот, отвечу так, вот, есть люди, которые прилетают в заповедник фотографировать. Вот, фотографию довольно сложно совмещать, например, с заготовкой дров. Ты либо ходишь постоянно готовый, значит, с фотоаппаратом на скидку, или ты ходишь постоянно с биноклем на скидку, или ты хочешь с блокно. Ну, понятно, эти вещи, которые сложно совмещать. Кольцевание, это очень время и трудозатратный процесс, то есть, я, на самом деле, с удовольствием бы метил, и там для себя, для своих целей в небольшом количестве я кольцую, но вот такого масштабного кольцевания, как происходит в том же Байкальском заповеднике или там в Нижнесвирском заповеднике или на Курской косе нет, потому что как вообще построена процедура кольцевания? Вы работаете все светлое время суток и ходите, проверяете свои сети, сколько у вас их там, насколько вам хватило сил поставить, там раз в 10-15 минут. И понятно, что один человек в таком режиме может жить там неделю, ну, может быть, две, ну, вот, и в местах, куда можно приехать на поезде или на машине, есть возможность организовать, ну, условно говоря, всесезонную доставку волонтеров, потому что есть довольно много людей, которые любят кольцевать, и вот они проезжают, условно, вот как, я знаю, как это устроено в Байкальском заповеднике, туда проезжают люди минимум на месяц, вот они вместе живут, общаются с птицами, получают массу, значит, положительных эмоций, потом уезжают. Извините, в случае Кроводского заповедника это довольно сложно, просто потому, что мы не можем организовать своевременный подвоз и вывоз волонтеров, мы сотрудников-то не всегда вовремя завозим, вывозим, если пытаться устраивать масштабную станцию кольцевания, то есть ее можно было бы сделать там, в той части заповедника, где, куда можно есть проезд на машине, то есть вот Лазовский участок, и вообще на самом деле там в целом это можно было бы наладить, потому что по долине Камчатки, по центральной Камчатке идет довольно мощный миграционный коридор, осенний особенно, воробьиных птиц, и там можно было бы кольцевать, но пока масштабных работ заповедники не ведется. мне надо сохранять эфир, значит, мы еще, еще, давайте я сохраню эфир, потом заново выду эфир, и мы продолжим, и я отвечу на последние вопросы.